Таблетки Валидола – отличные коронарадиолатирующие средства рефлекторного действия. Форма выпуска таблетки. МНН-ментола раствор в ментиле-завалерате. ФТГ-коронарадиолатирующие средства рефлекторного действия. Описание. Основные физико-химические свойства – таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, белого или желтовато-белого цвета, с характерным запахом ментола. На поверхности таблеток допускаются серые вкрапления и налет порошка сахарной пудры. Состав – действующее вещество. Одна таблетка содержит раствора ментола в ментиловом эфире кислоты из авалериановой 0,06 грамма, вспомогательные вещества, сахар измельченный, пудра, кальций, остеорат. Код классификации лекарственного средства. Прочие комбинации лекарственных средств для лечения заболеваний сердца. Кодас-01ЕКС. Фармакологические свойства. Препарат оказывает седативные действия, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Показания к применению. Применяют в комплексной терапии при неврастении и функциональной кардиологии. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения. Способ применения и дозировка. Препарат назначают взрослым по одной таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по одной таблетке 2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяются в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема препарата необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии. Побочные действия. Возможно развитие аллергических реакций, цит, зуб, крапивница, ангионевротический отек, тошноты, изжоги, слезотечения, головокружение, сонливости, снижение артериального давления. Контактная аллергия на ментол может сопровождаться появлением жжения и изъязвлений в полости рта, лихинаидных высыпаний. Аллергические реакции на ментол могут сопровождаться головной болью, брадикардией, мышечным примором, атаксией, анафилактическим шоком и ритиматозной кожной сыпью. Частота неизвестна. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия. Острый инфаркт миокарда. Детский возраст до 18 лет. Пациентам с эпилепсией и судорожным синдромом в анамнезе, включая фибрильные судороги. С осторожностью. Желудочно-пищеводный рефлюкс. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Воспалительные и язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта. Бронхиальная астма. Склонность к бронхоспазму и ларингоспазму. Передозировка. В случае передозировки возможна головная боль, тошнота, диарея, образование ректальных язв, желудочно-кишечные расстройства, нарушение ритма сердца, снижение артериального давления, дыхательные расстройства, атаксия, возбуждение, эпилептические судороги, потеря сознания и другие нарушения со стороны центральной нервной системы. В случае передозировки необходимо отменить препарат. Лечение симптоматическое. Мер предосторожности. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. В случае, если боль в области сердца не проходит после приема лекарственного средства, необходимо исключить острый коронарный синдром. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с радиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности, например, одышка. Лекарственные средства содержат сахар. Пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозогалактозной малипсарцией или дефицитом сахараза и изомальтоза не следует принимать этот препарат. Одна таблетка содержит 1,158 грамм сахара, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом. Дети. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных. Применение в период беременности или кормление грудью. Применение во время беременности и кормление грудью не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работу с другими механизмами При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций Управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера или оператора, взаимодействие с другими лекарственными средствами Исследования по оценке взаимодействия не проводились В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом Условия хранения хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 8 до 15 градусов цессия. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска без рецепта. Упаковка по 10 таблеток в блистере из пленки полимерной бесцветной и фольги алюминиевой печатной лакированной. Производитель Пайлубный фарм Украина Полтавская область, город Лубный улица Барвенкова, дом 16. Продолжение следует...